17 марта здравствуйте друзья с весной вас поздравляю наступила весна и не только календарная а самая настоящая весна тепло тепло и даже вчера я 16 марта выставил пчел на облет там на территории пасеки расчистили трактором снег потом правда через два дня он снова засыпал все пришлось мне лопаткой там все это потрудиться убрать снежок ну в итоге пчел вынес я туда на территорию пасеку все семьи отлично перезимовали так что все хорошо вчера немножко потрудился поработал как говорится сделал дело гуляй смело и вот я пошел погулять сегодня решил погулять посмотреть какие снова изменения идут в природе они все время идут тем более весной отошел от деревни уже километр полтора идти тяжеловато вот эта дорога по которой я ходил в прошлом своем видео где у меня лесной поход эту дорогу снова занесло снегом и идти стало здесь не так легко к тому же у меня немножко побаливает нога подвернул старые травмы дают о себе знать поэтому никаких заоблачных целей я не ставлю сколько пройдут столько пройдут вон там где-то косули перебегают дорогу они еще попадутся здесь они не редкость у нас косули прямо в деревне ходят тепло в тепло прямо вот хорошо ощущается тепло я даже оделся слишком тепло две куртки одел беспокоился что замерзну но нет отлично тепло даже жарко уже становится ну если будет совсем жарко сниму курточку где-нибудь спрячу здесь потому что все равно идти мне возвращаться по этой дороге по этой дороге других путей тут не надо искать потому что если я уж здесь иду с трудом то что будет там в чистом поле там тем более мне не пройти а так бы хотелось вот дойти до того дальнего леса ну посмотрим сколько пройду столько пройду главное посидеть где-нибудь попить чайку запустить дрон не обязательно куда-то далеко идти просто здесь приятно быть находиться и вот сидеть идти слушать лес птицы уже подлетают уже врановые прилетели галки грачи вороны этих птиц зимой здесь нету даже ворон сороки только остаются и ворон ворон и ворона кто не знает это разные птицы нет ничего не получится прошел я тут немножко и вижу что бесполезно каждый шаг проваливается нога проваливается но там поначалу еще как-то более-менее что там была конная дорога там кони натоптали а тут все уже очень тяжело идти поэтому все решил я тут тут остановиться вот где-нибудь здесь возле березки посижу просто буду сидеть слушать лес слушать весенний лес как он поет хотя конечно пение птицы не слышу но само присутствие здесь очень приятные а звука полно на самом деле если так вот прислушаться когда идешь хрустит снег и ничего не слышно кроме себя ну что вот здесь наверно остановлюсь да буду здесь сидеть совсем немного посидел здесь но нет нет это не рио-де-жанейро прохладно что-то стало солнце ушло куда-то и даже какие-то несколько каких-то мелких капель что-то вроде дождя квадрокоптер пока летал здесь вернулся и сверху на корпусе я заметил следы влаги несколько капелек были было таких мелких мелких какой-то ну дождь не дождь а какая-то влажность и что-то уже совсем не интересно стало здесь к тому же я рассчитывал пройтись прогуляться а просто так сидеть на одном месте совсем не интересно поэтому наверно в следующий раз я пойду прогуляюсь через несколько дней растает тут все и можно будет спокойно уже ходить ходить сколько угодно наматывать километры а сейчас когда немножко нога побаливает проваливаться в снегу да даже если бы и нога была здоровая все равно это не дело так вот ходить обливаться потом слышать хруст снега зверюшки все за километр разбегаются никакого смысла поэтому подождем подождем еще несколько дней и все тут протает и можно будет спокойненько пойти уже куда угодно к тому же у меня еще электро велосипед ждет собранный так что может на нем еще покатаюсь как дороги просохнут так что впереди еще много походов много видеосъемок но и сегодня есть что показать вам снегопад хороший был вроде уже и тепло стало и все в порядке было но вот снег шел плотный снег прямо такой вот стеной и конечно он засыпал все буквально он всего лишь одну ночь шел снег под утро даже примерно так и очень много высыпало его где-то наверное сантиметров 20-25 как это говорится месячная норма осадков снег то нужен это очень хорошо напитает почву это прекрасно но вот такой небольшой момент есть то что я вот сейчас по этой дороге по которой планировал пройти она же прочищена трактором по ней прекрасно можно было бы идти понятно что вот по этим снегам тут сложно будет барахтаться они здесь не чищена а тут то прочищенная дорога тут вот есть и бы не этот снегопад тут уже была бы сухая трава по идее можно было бы и на велосипеде ехать но сейчас вот даже и пешком не пройти снежок хороший был но несмотря на то что я пока ничего тут интересного не поснимал хочу вам показать одни удивительные интересные кадры дело в том что сегодня проснулся я рано почему-то ну не хотелось спать вот весной я как-то не люблю долго спать проснулся где-то в шестом часу ну и лежал просто с открытыми глазами ждал когда расцветет и вдруг возле окна яблоня растет дикая дичка яблоня там сорочье гнездо старое давно уже брошенное когда-то там селились сороки оно было жилое но потом ну дом то есть это был дом нежилой а потом тут в этом доме начал жить я и сороки естественно не вынесли такого беспокойства бросили это гнездо ну и она пустовала в прошлом году прошлым летом там поселился лесной голубь вяхер вот тоже интересный факт лесные птицы становятся постепенно так называемыми синантропными видами то есть видами которые селятся возле человека но я так и не смог снять это видео про этих вяхерей но сегодня о другом разговор поскольку я проснулся так рано лежал смотрел в окошко было еще темно время было около 6 утра рассвет сейчас где-то после 7 и я заметил птицу силуэт птицы но я сразу по силуэту догадался что это сова ну и понятно что ушастая сова по размеру по форме а потом я уже разглядел у нее ушки ушастая сова ну думаю здорово потом смотрю подлетает вторая сова оказывается это пара две совы и вот такие кадры я сумел сделать сначала с помощью ночного видения тут у меня видеокамеры есть ночное видео инфракрасная подсветка вот смотрите такие вот интересные моменты получились глаза усовые светятся отражают свет от камеры потом расцвело и они также сидели продолжали сидеть видимо это у них дневка у этих сов видимо они тут проводят день и причем на этой же яблони у меня кормушка для птиц для синиц для снегирей и на эту кормушку ни одна птица не прилетела они видели этих сов эти совы очень рано прилетают где-то вот уже в начале марта они появляются ищут места для гнездования и вот мне посчастливилось их наблюдать было хорошо заметно что одна птица самка вот она справа у нее такой чуть более рыжеватый оттенок оперения и она слегка чуть чуть покрупнее это все было хорошо заметно и днем они сидели вот я уходил в лес потихонечку открыл ворота пошел смотрю они сидят также на месте ну конечно они меня увидели услышали но затаились и никуда не улетели я спокойненько пошел в лес возможно даже сейчас они до сих пор там сидят вот скоро вернусь в деревню и посмотрим там ли эти совы косуль выпугнул отбежали вон туда в сторонку вот 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 дятыл стучит и где-то иногда кричит Просыпается лес просыпается после зимы не сразу конечно здесь вот за школой колония грачей недавно прилетели они может быть дней 5-7 как здесь не было раньше здесь их не гнездились и вот года три-четыре как появились они тут много размножаются усиленно нежелательная птица расклевывают они все грядки побеги выклевывают короче говоря они немножко вредят сельскому хозяйству здесь озеро пока еще во льду огромные стаи чечеток первый раз такую веру сейчас пришел в дом в деревню и вот что здесь наблюдаю первый очистительный облет пчел 17 марта в этом году рано рано в 2020 я помню было 12 марта в остальные года все позже происходило это позже то в конце марта то и в апреле а сейчас вот смотрите пчелы хорошо пригрела тут хорошо они летают пригревает на солнышке переднюю стенку все прекрасно да душа у пчеловода радуется когда видит он в начале сезона вот такую картину замечательно замечательно так а что у нас ури лежак но они уже там облетелись в предыдущие дни тоже было тепло этот табури не уносится стоит здесь стационарно ну и тут тоже все прекрасно вот но только вижу что посередке немножко неплохо но видимо тут чуть послабее семья все хорошо все пчелосемьи живы все замечательно ну что ж начало сезона хорошее посмотрим как будет дальше так вот этот улик слишком сильно наклонился надо выровнять час ну и замечательно ну что ж на этом попрощаюсь с вами светит яркое солнце не могу смотреть в камеру всего хорошего удачи ну это ну а